Еще раз 41,51 балла. Сейчас, как я уже говорил, должна была выступать пара из Израиля, но, судя по всему, нам представляют австрийцы. Да, к сожалению, пара нашего коллеги Олега Макарова не смогла принять участие в чемпионате Европы из-за травмы. Ну, пока что нам представляют Штину Мартини и Северен Кейфер, спортсменов из Австрии. Несколько слов, конечно, скажем о воспитанниках Ларисы Селезневой и Олега Макарова. Ну, у них с самого начала не заладился, к сожалению, эта поездка. Еще до начала поездки. Да, да, на парне было совершено вооруженное нападение, так что, как он бы справился с этим всем. Тут еще эта травма. На самом деле, вы представляете, что пришлось испытать спортсмену, потому что перед самым выходом в аэропорт, из Нью-Йорка они летели, к нему ворвались двое вооруженных людей и просто пистолет к виску и обчистили всю квартиру, его связали. Он даже на самолет не успел. И здесь травма партнерши во время разминки. Вот так вот. Здесь двойная Луцева подкрутка, но... Ну, да, очень, да, не очень исполнено. Выброс. Ну, на две ноги еще трократная тройка на выезде. Много широковатости, конечно, ребята допускают. Сложный вход. Двадцатыми они были на прошлогоднем юниорском чемпионате мира. Ну, а чемпионы своей страны этого, 2011 года, ну, пар, прямо скажем, там не очень много сейчас. Оригинальные, в принципе, они предлагают элементы. Да, ну, этот элемент, да, довольно часто встречается в фигурном катании в последнее время. Вот этот элемент, я имею в виду, когда голова спортсмена внизу должна получить дополнительную сложность, дополнительную черту. Ну, спортсмены, конечно, катают с двойным флипом, это не так сложно, как предыдущая пара. Все-таки они катались с двойным Макселем. КОНЕЦ Закончили австрийцы по своей программе дорожку по прямой. Как? Понравилось? Ну, честно говоря, много было ошибок. Много было ошибок, и программа довольно простая. Я думаю, они, конечно, должны проиграть белорусам довольно прилично. Напомню, 41,51 балла. Ну, вот, кстати, вот мы говорим, там, один элемент стоит дороже, один вид прыжка параллельного, другой дешевле. Все в фигурном катании, для тех, кто не знает, имеет определенную стоимость. Допустим, двойной аксель в параллельном прыжке, ну, параллельный прыжок, да и в одиночных видах катания стоит 3,3 балла. Двойной тулуп 1,4, чувствуете разницу, да? Двойной флип 1,8. Ну, вот разница двойного флипа и двойного акселя полтора балла. Это очень много. Просто вот базовая стоимость. Смотрим еще раз. Две ноги. Большой будет съем, я думаю, минус 2. Ну, вот для сравнения, пока что смотрим повторы этой спортсмены. У белорусов все было очень и очень ровненько. Плюсов, минусов не было. Вот как заявленная стоимость базовых элементов есть, примерно так они и прокатали. Я думаю, что у этой пары будет гораздо больше минусов. Ну, вот да, у белорусов было за технику 24,03. 24,03 здесь, да, должно быть меньше. Это очевидно. Ну, тренирует пару Ева Сонлайнер, специалист из Австрии. Рига Рек с ними работают еще. Чемпионы мира. На чемпионате мира юниорском, как я уже сказал, они были 20-ми. Ну, собственно говоря, это тот уровень. А у нас в городе, у нас в стране, в городе Санкт-Петербурга, ну, мы с Евгением из Питера оба, поэтому так можем говорить, у нас в городе, работают тренеры, которые имеют, по-моему, абсолютный мировой рекорд по подготовке пар чемпионов мира среди юниоров. Имеется в виду, конечно, Людмила Георгиевна, Николай Матвеевич Великовы, но редкий чемпионат мира проходит без участия их пар. Без участия. Редкие, без призовых, ну и, по-моему, 8 или 9 чемпионов мира среди юниоров. Это невероятно. Невероятно. Николай Матвеевич только, по-моему, подряд 4 чемпионата мира привез с золотыми медалями. Ну, да, на всякий случай. Ну, смотрим, какие оценки поставит пари из Австрии. Ну, вот видите, базовая стоимость, видите, да, за технику 19,39 сотых. 19,39. Ну, без комментариев, вы сами прекрасно понимаете, потому что не пошло. Ну, вот если нам посмотреть по результатам, выброс тройной Сальховский получили, а не прибыль.